О продолжающихся армянских провокациях мы поговорим с нашим гостем, с Русланом Сафаровым, политологом. Господин Сафаров, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Лидия, здравствуйте. Что ж, обстановка на земле неспокойная. Армения продолжает совершать провокации, обстреливает позиции азербайджанской армии. К тому же, руководство Армении в своих речах озвучивает претензии, направленные против территориальной целостности республики и при этом противореча самой себе. Почему сейчас и что движет Ереваном? Ну, Ереваном движет Франция, если совсем коротко отвечать на этот вопрос. Давайте проанализируем несколько фактов, которые произошли за последний месяц. Значит, у нас с вами произошло достаточно серьезное получение оплевух французской внешней политики в Африке. Сейчас очередной военный переворот в Габоне, который позволил, так сказать, в лишний раз сократить неоколониальную французскую империю. Франция всячески терпя эти поражения пытается открыть второй фронт для того, чтобы переключить внимание на это направление, дополнительно усилить риск прямых столкновений России и Запада. Это первое направление. Второе направление. Они действуют достаточно хитро. Посмотрите, что сейчас вы озвучили в новостях. Из Гафанского района в направлении Нахичевана. Это Карский договор. То есть, если завтра Армения будет предпринимать подобного рода действия в отношении Нахичевана, Турция может начать боевые действия против Армении. Это происходит в канун визита Эрдогана в Москву. То есть, Армения посылает тем самым сигнал России, что мы в любой момент можем эту ситуацию привести просто в огромную кровавую баню. И вы, Россия, должны будете вмешаться в начать войну с Турцией, что, естественно, будет только на пользу французам. Потому что и Россия, и Турция сейчас, каждая в своем направлении в Африке, дает очень серьезные оплевухи французской дипломатии. То есть, Армения абсолютно выступает в роли предельно ведомой структуры. То, что наговорил господин Пашинян, а сегодня еще поступило заявление от спикера парламента Симоняна, это огромный удар по мирному процессу. Просто огромный удар. Это не придет ни к чему хорошему. Если Армения надеется, что в этой потенциальной огромной заворухе она что-то для себя выгодает, ну, я вынужден их разочаровать. Они ничего для себя не выгодуют в этой ситуации. Просто Армения может не стать. Если им это нужно, ну, что я могу здесь поделать? То, что сегодня предприняло армянское руководство, и прежде всего, конечно, я говорю даже не об этих глупых заявлениях, извините, по-другому не могу это обозначить. А военные вот эти действия, ну, это просто попытка развязать огромную войну. Огромную войну, в которой будут ввязаны не только Азербайджан и Армения. В нее могут быть ввязаны Россия, Турция, Иран. Когда Запад будет рукопрескать этой ситуации, нужно ли это на сегодняшний день региональным державам, для меня является большим вопросом. Я подозреваю, что и дипломатия господина Федана, который был в Киеве, сейчас приехал в Москву, понятное дело, что зерновая сделка обсуждается, но это вопрос, на мой взгляд, абсолютно третий. Турция всячески пытается сейчас найти варианты, каким образом примирить Россию и Украину. Как-то завершить эти боевые действия, потому что Турция прекрасно понимает, что в регионе Южного Кавказа, на Ближнем Востоке, сегодня из-за действий Франции и Соединенных Штатов возникает угроза большой войны, в которую Турция сама может быть ввязана. Турция явно этого не хочет. Я подозреваю, что в Сачак, собственно говоря, Путин и Эрдоган будут очень серьезно обсуждать сложившуюся ситуацию. Потому что если вот такие действия продолжатся, если в конфликт будет вынуждено вмешаться Турция, еще раз говорю, Карский договор никто не отменял, он действует. Там есть пункт по безопасности Нахчеванской автономной республики. Турция за нее отвечает. Нашим армянским, так сказать, коллегам могу напомнить ситуацию, которая была, если мне память нельзя, в 93-м году, это когда они подвинулись в сторону Садаряки. Турция тоже развернула свои войска. Армения члена ДКБ. Ну, собственно говоря, действия, так сказать, французской дипломатии через своих армянских марионеток совершенно понятны. Российско-турецкая война, это то, о чем не все мечтают. Господин Сафаров, ну, также провокации незаконных вооруженных бандформирований армянских представляют реальную угрозу гражданской авиации, то есть опасности жизни сотен людей. Как мы видим, радиопомехи мешают навигации пассажирских самолетов, причем иностранных компаний. Но, опять же, на это нет никакой реакции международного сообщества. Международное сообщество очень аккуратно умеет, знаете, напоминает иногда статуи Фемиды. То есть они вовремя умудряются иногда закрывать свои глазки. Почему? Потому что, ну, давайте уже будем говорить совершенно открыто. Азербайджан – это страна, прежде всего, ну, с основной населением которой мусульманская. Армения – страна христианская. Уже на этой почве есть о чем поговорить. Это первое. Второе. Армянское лобби во Франции, армянское лобби в Соединенных Штатах, армянское лобби в России. Его никто не отменял. Это организации, которые постоянно ведут целенаправленную работу. Причем не всегда на пользу своей исторической родины. Как правило, это просто варианты какие-то, что-то сделать для того, чтобы и самим немножко подзаработать свой статус в глазах, так сказать, тех стран, которые их приютили, повысить. Понимаете, в чем проблема? И, естественно, что международное сообщество, вот сейчас Франция у нас возглавляет это движение. Франция выступает в Организации Объединенных Наций, то сейчас она начинает подключать структуру Евросоюза. Ну, а чем это закончится-то? Что это даст на выходе? Сегодня Азербайджан, я буду с вами тоже откровенен, но Азербайджан просто нужен сегодня Евросоюз. Понятное дело, да, там отключен российский газ, отключена российская нефть. Там какими-то очень кривыми маршрутами, три дорога, она как-то в Европу попадает. Азербайджан сегодня отчасти, пусть не сильно, но он возмещает вот эти ушедшие объемы того же газа и так далее. Франция от азербайджанского газа не зависит. Например, такие страны, как Италия, вот я очень жду, какие будут голоса из Рима, например, раздаваться. Италия очень сильно зависит от азербайджанского газа. Я жду этих заявлений оттуда. Понимаете, потому что сегодня то, что делает Армения, это огромная опасность для региона, это огромная опасность для всего региона Западной Азии. Даже не столько уже Южного Кавказа, сколько Западной Азии. Здесь пахнет большой, серьезной войной. Ситуация будет только нагнетаться. У нас с вами в 2024 году, давайте еще не забывать о наших и российских, и азербайджанских соседях в Грузии, будут парламентские выборы. Там ситуация тоже очень сильно нагнетается. Там тоже все может быть очень взрывоопасно. Поэтому то, что сегодня разыгрывают внешние игроки, такие как Франция, Соединенные Штаты, это вызывает огромные опасения. Я думаю, что здесь будем очень сильно надеяться, что переговоры Эрдогана и Путина пройдут в достаточно, так сказать, конструктивной манере. Они, я думаю, оба понимают, к чему подталкивают регион. Я очень надеюсь, что здесь немножко одумается руководство Ирана, и вместо того, чтобы подвозить индийскую технику, значит, армянской стороне, начнет как-то участвовать в этой трехсторонней структуре, которая была в свое время, так сказать, встреча на уровне глав государства Ирана, России и Турции. Потому что в этот конфликт будут вовлечены все. Потери для региона будут огромными. Поэтому заявление господина Пашиняна, понимаете, ну, это вот человек, который сидит на пороховой бочке и начинает постоянно поджигать какие-то спички. В данном случае он уже не спичку, он коробок поджег. Зачем это делать? Что он пытается из этого выгодить? Он пытается, что сейчас на второй сценарий еще, возможно, что Азербайджан сейчас, значит, разозлившись, пойдет выдворять всех этих сепаратистов с территории, где размещены российские миротворцы, чтобы потом во всеуслышание начать орать, что у нас тут вот российские солдаты погибли, давайте России пусть воюют с Азербайджаном. Понимаете, вот такая совершенно гадкая дипломатия, которую они осуществляют, она в итоге приведет к тому, что будет просто огромное кровопролитие. Региону это сегодня не нужно. Это сегодня не нужно ни Азербайджану, ни Армении. Да, я прекрасно понимаю, сейчас многие зрители скажут, вот уже три года эти переговоры все идут. Я все понимаю. Но эти переговоры в любом случае ведут к долгосрочному миру, чтобы закончить огромный 40-летний конфликт. С десятками тысяч погибших, с миллионом беженцев, там полтора миллиона беженцев в общей сложности. Это надо заканчивать. Регион должен развиваться. 21 век на дворе. И вот эти действия сегодня, они не вызывают ничего, кроме просто оторопи от глупости этих действий. Нельзя настолько быть марионеткой в чужих руках. Господин Сафаров, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо вам. К нам подключался Руслан Сафаров, политолог.